Симплексическая структура Симплексическая структура на многообразии, на некотором многообразии четной размерности 2n Это следующие два форма Значит, это омега, предлежащая Такая, что Ну, то есть детерминат, ну, фофиан построенный по этой форме не равен нулю Ну, что коварентное утверждение, что детерминат не равен нулю, матрица не вырождена Так Значит Симплексическая геометрия, значит, так же, как и временной геометрии В симплексической геометрии существует, естественно, изоморфизм между векторами и одинформами То есть если у нас дан какой-то вектор, там, v равный в координатах, vi, d, 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 xi Ему, соответственно, можно поставить дифференциальную форму не омега, а какого-нибудь, а омега, кси, например. И можно, соответственно, поставить форму кси, равную омега и жи. То есть это симметричная матрица, при помощи которой можно поднимать и опускать индексы. Но, значит, вместе с тем между симметричной рименовой геометрией есть принципиальные различия. Во-первых, как оказывается, все симметричные многообразия одинаковой размерности строены локально одинаково. То есть в отличие, например, от рименовой геометрии, где в рименовой геометрии мы можем ввести связность, и мы можем, соответственно, говорить о кривизне. И, например, то, что у нас пространство кривое, это уже свидетельство о том, что пространство локально отличается. То есть есть пространство плоское, кривое и так далее. Здесь же только из заданной симметрической структуры, как его там можно показать, что потом, соответственно, покажем, возьму, скорее всего, в следующей лекции, что симметрические многообразия устроены локально одинаково. Далее мы поговорим о том, как устроены векторные полярки на симметрических многообразиях, ну и о преобразованиях, сохраняющих симметрическую структуру. Но пока остановимся на примерах симметрических многообразий. Первый пример, конечно, это касательные расслоения. Точнее, ко-касательные расслоения. Напомню, ко-касательные расслоения — это объединение ко-касательных пространств во всех точках многообразия. Значит, давайте обозначим его. Если у нас было многообразие, то это ко-касательные расслоения — это будет Т звездочка М. Объединение, не ко-касательные. Значит так. Да, само ко-касательное расслоения, разумеется, тоже является многообразием. Итак, если M имеет размерность N, то ко-касательное многообразие, разумеется, имеет размерность 2N. И если, соответственно, X... Пускай у нас X-ы — это набор локальных координат на многообразии, то здесь тогда будут, соответственно, X-ы, E-и. Где E — это некоторый базис один форм, который мы можем считать... Ну, который тоже вместе... Которых N штук, и все вместе их 2N координат. Итак, значит, можно показать, что ко-касательное расслоение было этими лектической структурой. Действительно, рассмотрим следующую форму. Слушайте, давайте немного обозначим по-другому координаты, чтобы была некоторая преемственность с предыдущими лекциями. Обозначим координаты Q и T. А здесь мы обозначим... Ну, да, координаты и импульсы. Нужен скорость — это вектор, а это, ну... Да. P, E. Так, Q и P. Так, значит, рассмотрим следующую симплифтическую форму. Следующую форму. Омега равная сумма. Что-то первым пойдет. Допустим, так. Ну, во-первых, эта форма, как можно видеть, она замкнута. Можно проверить то, что она... Можно также проверить то, что она невырожденная. Ну, давайте это оставим как задачу, соответственно, ну, просто найти, как бы найти матрицу, посчитать, например, ее детерминант. Значит, вот, соответственно, вот пример того, что то, что ко-касательное расслоение к любому многообразию в самом себе является симплифтическим пространством. Ну, то есть, напомню, что ко-касательное расслоение в теоретической механике — это есть фазовое пространство нашей системы. Таким образом, теоретическую механику можно будет переформулировать на языке симплифтической геометрии. Сейчас приведем и второй пример. Например, это, соответственно, просто симплифтическое векторное пространство, линейное пространство. Рассмотрим, значит, линейное пространство четной размерности. Так, давайте сотру. Действительно, рассмотрим. Некоторые рассмотрим векторное пространство, размерность 2n. Так. На нем задана кососимметрическая билинейная форма. Ну, то есть, следующий объект — омега от, ну, скажем… Опять же, это, поскольку линейное пространство, это не зависит ни от каких координат. Так, эта форма определяет кососимметрическое скалярное произведение, которое, собственно, задается следующей формулой. Значит, поскольку у нас задано скалярное произведение, то мы имеем, соответственно, векторное пространство. Значит, построим на нем земли. Построим, вот, перейдем к примеру симплифтической структуры. Допустим, у нас есть вот пространство, ну, просто пространство r2n, по сути. Так. Ведем на нем, ну, пускай на нем задан, соответственно, ну, базис, пускай на нем задан базис q1, qn, p1, pn. Значит, ну, базис линейного пространства. Тогда в данном случае симплифти, значит, билинейной формой на этом пространстве будет объект p1 q1 плюс Значит, это, примерно, это симплифтическая структура на линейном пространстве. Значит, поскольку у нас задано скалярное произведение, то можно определить понятие ортогональности векторов в этой форме, ну, и аналогично. Значит, ну, а симплифтическим базисом будет называться набор двойно-эртогональности векторов по омега. Так. Я ввел в некоторое заблуждение, значит, прошу прощения, так, значит, симплифтическим базисом будет называться следующий базис из векторов, следующий базис из векторов, для которого, значит, для любого, значит, для любого, значит, это базис у альфа такой, что для любого да, значит, да, она равна нулю для всех, за исключением за исключением только одного другого сопоставленного его вектора. То есть, в данном случае для, прошу прощения, в данном случае в координатах она будет, сейчас, омега и жи, и ху, и ху равна нулю. Омега и жи, и ху равна нулю для всех. Так, вот, Значит, базис из двух n-векторов, обладающих следующими ортогональными соотношениями, называется аналитическим базисом. То есть то, что скалярное произведение для любого вектора, скалярное произведение любых, значит, сейчас, если мы зафиксируем вектор, то скалярное произведение возле всеми остальными векторами равно нулю, кроме ровно одного вектора. Значит, можно рассмотреть, поскольку у нас односкалярное произведение, то можно рассмотреть симметрию этого скалярного произведения, то есть какие преобразования сохраняют его вид. Значит, если у нас есть некоторое линейное преобразование S, заданное на симметрическом пространстве R2, значит, на симметрическом пространстве 2n, то тогда, соответственно, оно будет симметрией скалярного произведения, если омега от Sv1, Sv2, до любых V1, V2, прилежащих R2n. Значит, какие преобразования будут сохранять, значит, преобразования, которые сохраняют симметрическое скалярное произведение, называются симметрическими. Они образуют группу. Давайте посмотрим, как эта группа устроена и из каких преобразований она состоит. Значит, если мы запишем на языке линейной алгебры, то, соответственно, это будет матрица этой кососимметрической формы, это вектора. Значит, в данном случае здесь у нас записано следующее преобразование. То есть мы имеем то, чтобы преобразования сохраняли симметрическую матрицу, значит, они должны быть следующий вид. Значит, они должны сохранять симметрическую матрицу. Значит, если мы говорим о группе преобразования, то это и есть определение самой симметрической группы. И это и есть определение симметрической группы. Значит, еще раз, симметрическое преобразование, которое сохраняет симметрическую структуру. Они образуют группу. Значит, мы называем ее, то, что вот это вот S, это принадлежит группе SPS симметрическое 2N. Ну, можно показать, можно показать то, что они образуют группу, в частности, если у нас есть, ну, в частности, если у нас есть первое, скажем, S1, S2. Значит, то, что S1 умножить на S2 тоже симметрическое преобразование, это доказывается как S2, S1, если sp2n, s2, s1, s2, s1 омега, s1, s равное. Во-вторых, существует единичный объект, но это тоже понятно. В-третьих, существует обратный объект. Я не буду на этом останавливаться, поскольку я предполагаю, что, наверное, не все знакомы с определением группы. Просто хочу сказать, что дальше в курсах по группам и алгебрам Ли вы наверняка столкнулись с симпатическими группами, которые возникают как симметрия симпатической формы. Сейчас поговорим про то, как теоретическая механика переформулируется на языке симпатических форм. Ведем гамильтоновые векторные поля. Значит, для каждого вектора кси, для каждого вектора кси, лежащего в кокасательном расслое, и, значит, для каждого вектора кси, вектора кси, поэтому что... мы определим форму следующую форму. Значит, если у нас есть симпатическое многообразие, в частности фазовое пространство системы, то, значит, мы можем вести следующую... можем вести следующую одну форму. Можем вести следующую одну форму. По два форме. Значит, в частности можно... хорошее упражнение будет... Давайте покажем то, что это... То, что в частности это преобразование является изоморфизмом. То есть... Значит, хорошее упражнение будет показать то, что это преобразование является изоморфизмом. Каким образом мы доказываем, что это изоморфизм? Значит, мы... Ну, для этого нам нужно показать то, что это векторное... То, что оба векторные пространства, раз, и то, что они одинаковой размерности. Понятно то, что... То, что... Понятно то, что касательно пространства точки P, и К касательно пространства, они изоморфны. Ну вот. Нужно показать, что это является именно изоморфизмом. Значит, ну нам нужно показать то, что... То, что любое, значит... Значит, Кёрзам покажет, что это изоморфизм. Ну, во-первых, понятно то, что для любого вектора, любому вектору Кси поставлен... Любому вектору Кси поставлен одинаково в соответствии вектор... Поставлен в соответствии квектор. И обратно. И обратно, если у нас определена омега кси, пусть у нас задана некоторая форма у локальных координатах у и, т.д. и, т. Тогда, соответственно, мы можем построить такой вектор кси. Значит, мы сейчас показываем, почему это преобразование является изоморфизом. Значит, в одну сторону понятно, каждому ксиву достаточно поставлена соответствующая форма. Но в случае обратного преобразования, допустим, у нас задана некоторая один форма. Значит, пускай в координатах мы записываем следующий образ в локальных координатах. Тогда по ней можно однозначно определить вектор кси, следующим образом. И соотношение того, что компоненты один формы у, следующим образом задают компоненты к вектору кси. Значит, это утверждение обратимо, поскольку омега, как мы говорим, она не вырождена. То есть кси-жи равно омега минус один кси-жи. Таким образом, значит, это линейное соотношение, оно тоже одно однозначное. Поэтому, соответственно, да, мы показали то, что это является изоморфизмом. Так, мы то, что показали, при помощи симплитической формы строится изоморфизм между векторами и ковекторами. Между векторами и ковекторами. Но, соответственно, аналогично можно это в целом построить изоморфизм между векторами и ковекторами. Да, значит, более того, мы можем построить отображение из функции в вектора следующим образом. Значит, пускай у нас задана некоторая функция. Назовем ее функцией h на многообразии. h дифференцируемая. Значит, тогда мы можем по ней построить один форму, взяв ее дифференциал dh. И по этой один форме мы можем построить вектор. Значит, по этой форме мы можем построить вектор. Кси от h. В случае, если h является гамильтонианом, значит, такие вектора называют, соответственно, гамильтоновым векторным полем. Называются гамильтоновым векторным полем. И в координатах, соответственно... Кси от х. Кси от х. Как известно, любое векторное поле определяет собой поток. То есть, соответственно, можно определить перенос по интеграли... Значит, векторное поле определяет интегральные кривые, и по интегральным кривым можно определить перенос вдоль них. Значит, в данном случае посмотрим, как это векторное поле будет переносить функции. Ну, то есть, это просто действие вектор на функции. Значит, кси от некоторой функции f будет равняться... Омега минус 1 и g, d и f, d и g и h. Назовем мы это соотношение скобкой Пуассона. Таким образом, скажем, если у нас, скажем, если у нас координаты обозначены... Ну, как всегда, стандартный выбор... П... Точнее... Ну, здесь это, соответственно, инвектор. То тогда, соответственно, мы получим то, что... кси от Питова будет равняться... И, в частности, равнение Гамильтона можно будет переписать как... То, что П этой точкой равно... Ну, значит... Значит, здесь мы говорим... Здесь мы говорим о переносе вдоль Гамильтонова... Вдоль Гамильтонова векторного потока и перенос координаты функций. Так, П. Это будет Пит. Теперь рассмотрим, как действуют Гамильтоновые векторные потоки в целом на... Как действуют Гамильтоновые векторные потоки и не только на функции. В прошлом семестре у нас было... Помнюю, с целых, несколько лекций, посвященные векторным полям на многообразиях и потоку, который они генерируют. Значит, если у нас одна вея векторное поле кси, то, соответственно, у нас определяется семейство интегральных кривых. У нас определяется семейство интегральных кривых по векторному полю, в частности... Значит, семейства горных кривых по этому векторному полю И определяются потоки, которые переносят вектора функции и так далее вдоль интегральных кривых векторного поля. Напомню, если мы рассмотрим вектор в какой-то точке, значит, ксив точке P от F будет равняться D. Это равно миллион. Ну а сам вектор в координатном базисе будет равняться... Это в локальном координатном базисе. Значит, где функции гамма-и? Функции гамма-и — это и есть самые интегральные кривые векторного поля. Таким мы определили в прошлый раз. Я не буду останавливаться на этом. Значит, есть теорема. о том, что гаммельтонов поток сохраняет симпатическую структуру. Тогда давайте саму теорему Лью-Вилли, наверное, в следующий раз докажем. Да, давайте мы теорему Лью-Вилли до каждого следующего раз, а в этот раз, соответственно, я покажу, как на... Ну, если помните, на позапрошлой лекции я показывал, каким образом симпатическая форма определяет... Каким образом, значит, условия замкнутости симпатической формы, то есть то, что дамия равна нулю, определяет то, что скобка Пуассону подчиняется служительству Якоби. Значит, тот раз я показал довольно-таки сумбурно, и, значит, ну а сейчас, пользуясь этим языком, это утверждение можно переписать на языке симпатической, на языке дифференциальных форм. Значит, ну сейчас, давайте просто, давайте я покажу это тождество Якоби, только более правильные доказательства. Так. Рассмотрим ДФ Омега. Вот. Вот Кси-Ф. Кси-Аш. Значит... Где, соответственно... Ну это фактически есть определение, то есть... где, ну, Кси-Ф от... Кси-Ф от G равняется... Мальчик. На. Ты! В. В. Значит, и оно равно нулю, поскольку d омега у нас равна нулю. Значит, расписываем. Это у нас будет так. Так, это надо, значит, вытаскивать каждый из членов. Вот, это у нас будет кси на. А, ну да, еще раз рассмотрим, чему равняется омега кси и аф от кси ж. Значит, омега кси и аф от кси ж, она будет равняться, ну, как мы говорили, мы установили, мы установили изоморфизм, то есть, мы установили изоморфизм, то есть, соответственно, то есть для любого кси от f определялась форма, но омега неудобная, допустим, не знаю, как обозначим ее, делала с формой бета, равная омега от... Значит, это, соответственно, равняется, переводя сюда, это будет не что иное, как... Сейчас, правильно бы это было корректно, омега и... ... ... ... ... ... ... Спасибо. Спасибо. А, ну да, kcg от f это, соответственно, есть. kcg от f это есть, не что иное, как fg. Ну, это я, собственно, и фактически проверял. Это равнялось omega-1. И так, расписываем, значит, это равняется kcf плюс kcg, omega-xf плюс kcg, omega-xf плюс h, kcfg. И так, сейчас, g hf. Так, g, g, tf минус. И так, г, тв минус. Они образовались, в частности, по определению дифференциала de rama, то есть как дифференциал de rama действует на форму. Значит, ну, фактически это просто то, как мы записали определение в лекциях по дифференциальной геометрии, это было в лекциях по дифференциальной геометрии, давало, собственно, определение дифференциала de rama. Здесь просто записаны действия на вот, на два форму. так, kcg, kc... Здесь просто со знаком, может быть... Ладно. Значит, первое. kcf, вот, kcg, kch. kcg, 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 kcg. kcg, 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 kcg. Это первое. Второе. П ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это идет со знаком минус тогда, чтобы перевернуть так... Так равняется... Минус... 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 Так, плюс... Ну, значит, складывая члены, идущие отсюда... Ну, мы как раз получаем аналогичные комбинации, получается, что вот эта вот вещь, она просто умножается на 2... Ну, и, соответственно, из равенства равное нулю, получается, что и это утверждение... Получается, что это утверждение тоже равно нулю, и, соответственно, это и есть тождество якоби... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...